В мире сотен нельзя. Йота говорит. Можно. Пробуй максимум всего за 399 рублей, 50 гигов, 2000 минут и безлимитные приложения. Можно. Йота. Всем привет! Меня зовут Милана Хаметова и это мое шоу «Обмани меня» на Муз-ТВ. Ко мне в гости будут приходить разные звезды для того, чтобы мы с вами могли понять, кто же из них скручивается. И сегодня у нас в гостях Феллин Ес! Ес! Спасибо, что пригласила. Привет! Смотри, как ты вообще врешь? Хорошо ли ты врешь? По твоему ощущению. Мне кажется, очень плохо. Я когда узнала, что нужно врать, я тренировалась. Когда ты вообще последний раз врала? Помнишь ли ты этот момент? Я помню в школе. Я врала маме постоянно и регулярно. У меня был второй дневник, я подделывала мамину подпись, я прогуливала уроки, ну то есть я прям вообще была оторвана из этого. Сейчас объясню правила. Давай. И папа. Я просто две какие-то фоточки. Нас с вами впереди ждут три разных раунда. Победитель двух первых раундов получает по одному баллу за каждый раунд. А в финальном раунде уже за каждый правильный ответ будет начисляться один балл. Первый раунд. Верю-не верю. Участникам выдается по три фотографии, на которых изображены звезды, а с обратной стороны изображены два факта про них. Один правда, другой ложь. Участники сами выбирают, какой факт ему участвовать. Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада и железная рука. Цу-е-па! Цу-е-па! О-о-о! Я выиграла! Это получается, что ты начинаешь? Да, я начинаю. Кто тебе больше из них нравится? Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо всегда с собой носит белую прядь волос своей первой возлюбленной в своем кошельке. Не знаю, будь я Леонардо Ди Каприо, вряд ли бы я так делала. Да нет, ну как можно вообще носить прядь возлюбленной в своем кошельке каждый раз с собой? Это же что-то... Первый причем? Вы хотите меня проверить, чтобы я подумала, что это правда, потому что это слишком глупо. Но я думаю, что это ложь. Блин! Ты еще молчишь, я не знаю! Ты уверена, да, что это ложь? Нет, я не уверена. Да, ну давай, я же сказала, что это ложь. Будет тухо, если я буду бегать туда-сюда. Ну хорошо, ну хорошо. Окей, тогда... А ты не скажешь мне? Это... Лаш. Да-да-да-да! Да-да, молодец! Фууууу, спасибо, спасибо большое! С первого раза так сприкну, как ты молодец. Осидеть! Ох, так, поехали, с кого начнем? Давай вот эту. Вот эту? Есть один факт Шакира, который мне очень нравится. Шакира стала первым человеком, который собрал 100 миллионов лайков в соцсети. Первая, кто собрал 100 миллионов лайков. Смотри, давай потом по логике. Я такая, прочитала тебе ложь, что угадала, да? А ты мне такая, решила правду. Потому что ты говоришь, я не умею врать, и ты такая, ну я все-таки не буду врать, потому что я не умею врать, поэтому я прочитаю тебе правду и прочитала правду. Поэтому я думаю, что это правду. Твой ответ правду. Да. Готовы узнать правильный ответ? Нет. Ну давай, давай, давай. Итак, это... Правда! Да, я угадала. Ну нифига себе с тобой сложно, меня не предупреждали. Такая просто дедукция, уровень бога. Наскался вот этот дядя, которого зовут Николса. Николас Кейдж. Николас Кейдж. Николас Кейдж. В прошлом году Николас Кейдж пел дуэтом на одной сцене с голограммой Майкла Джексон. Зачем он пел? Это же актер. Я не знаю. Я не знаю. А-а-а-а! А-а-а! А, может, тебя хочу запутать. Я не знаю. Пусть будет ложь. Боже, почему так сложно? Я не знаю, зачем им петь. Это по-крану. Я никогда... Да, я поняла. Он никуда не пел, поэтому пусть это будет ложь. Хорошо. Ну? Но это... Челес Мисс. Не знаю. Есть валерьянка. Это ложь. Это ложь? Я угадала? Да! Да! Я как будто миллион долларов выиграла! Так, ну, тебе остается вот эта красотка. Знаешь, кто это? Нет. Тайра Бэнкс боится дельфинов. Вот так вот. Вот нифига не понятно, да? Вот ты ее не знаешь. Боится она дельфинов. Я думаю, что это ложь. Не боится. Ты думаешь, что ложь? Да. И мы прям вот так сразу, прям вот... Вот прям, что уверенно. Прямо... Да, на сто процентов. Ну, я думаю, так. Еще подумаешь? Нет. Не будешь даже думать. Нет. Вот так прямо скажу, что... Тайра Бэнкс боится дельфинов. Барабанная дробь. Уважаемые зрители, вам тоже безумно интересно, боится она дельфинов или нет. У вас есть три секунды, чтобы дать этот ответ. Три, два, один. Это правда! Да, Тайра Бэнкс боится дельфинов. Итак, ребята. Неожиданный поворот. У нас счет, значит, 2-1. Возьми. Второй раунд. Это мое. Каждый гость выкладывает по три разных предмета на стол. Только один предмет действительно принадлежит участнику. Задача второго – понять, какой именно. Нет, нет, ты че? Уволен, уволен! Ты че, офигела? Там это уже влетелось. Мы пришли ко второму раунду. Вот все мои предметы, вот все твои предметы. Какой из них тоже дневный? Ну, мало ли скажет. Я начинаю вливаться в эту передачу. Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада и железная рука Су-Е-Фа. Вау. Ты выиграла. Так как я была неподготовлена, я не знала, что. Нужно брать с собой какой-то предмет. Все, что нашли у меня в машине, то вот такая вот свистуренька. Она свистит. И можешь ее потрогать, посмотреть. Это ручная работа, ее сделали мои детки. В детском сайте. И я с собой ее всегда ношу. Может, посвистить? Клево! У нас оператор чисто. Я вот так делаю, и он просто наушники вот так вот снимает. Прикольно, а? Внимание! Это бандана. Ну, не бандана, это правильно, балаклава называется. Балаклава, которая надевается под мотоцикленный шлем. У меня был видос. И я каталась на мотоцикле. Да, я и видела его. И как раз таки это валялось у меня в машине. А у тебя, да? А это колокольчик. Он из Перу. Можно держать? Да, мне повезла его подруга. Красиво. Ну да, там немножко грустная история. Подруга больше ничего не привезет. Но он из Перу, как воспоминание и напоминание. Так вот, как ты думаешь пока весит? Ааа, так. Ну ты про все очень убедительно говорила как-то. Оказывается, я мастер. Нет, ну я прям про свисток прям поверила. Про балаклава мне. Так. Почему? Почему? Ты чего? Там видос собрал. Между прочим, много просмотров, много миллионов. Вот это красиво нарисовано очень. Ну что? Я вот думаю, что либо колокольчик, либо вот... Свисточек. Да. Не забывала, как раз какой у нас. Вот, либо свисточек, не знаю. Допустим, колокольчик. Ну я так думаю. Ну не знаю. Ты так смотришь, как будто бы уже свисточек. Колокольчик. Да. Ты уверена? Нет. Я могу только предлагать. Но я думаю, что это колокольчик. Он очень красивый. Да. Он очень классный. Ну? И с ним связано много моментов. Ой. У кого-то, но не у меня. Моя балаклава! Я же сказала, что я снимала видосы. Ты даже не догадываешься, ты думал про это и про это? Хотя я вывалила всю правду. Я так и сказала. У меня был видос, я снимала. И балаклава сдалась в машине. Я видела видос этот. И такая, ну, вряд ли, да, вряд ли. Сейчас я буду говорить тебе про свои все предметы. Три моих предмета. Из какого ты хочешь, чтобы я начала? Давай вот с этого. Вот с этого. Это такая вот раскладушка. Мячик я играла очень давно. На самом деле, такие штуки, мне кажется, были у всех. В году 17, наверное, ими играли все. Я ее покупала в Сочи, когда ездила. Вот в этих вот всяких, где продают всякие там брелочки, не брелочки. Вот. И ехала в поезде и играла с ней. Еще я пыталась сюда просунуть руку. Как-то раз я ее просунула и не смогла вытащить, потому что у меня зацепился браслет от какой-то такой штуки. Но это уже не важно. Вот. Вот такая вот, вот такой вот шарик-мячик. Можно? Да, да. Детей были такие. Подброси, подброси такой. О, я бы что не подбрасывала. Звуковика. Добьем. Вот. Вот так вот. Потом. Вот такой вот мишка в розовой кофточке. Мне его подарили подписчики. Пакет из Сумма. Вот. Подарили мне его, кстати, вчера на ВК-фесте. На автограф-сессии. Вот. И вот такой вот, ну как сказать, фонарик, но фонарик, он светит таким закатным, смотри. Вот. Очень красиво. Красиво. Он тоже новенький, я его покупала где-то недавно, либо мне его подарили, я его уже, честно, не помню. Ну, вот такой вот. Я еще, кстати, сюда 300 лет искала батарейки, потому что там батарейки вот такие вот. Тонкие, маленькие таблеточки. Вот. Все. Я поняла. Я поняла. Вау. Короче, это дедуктолог или как это там, Шерлок ко мне проснулся. Когда мы сидели с тобой, ты брала в руки эти две игрушки, но ты не трогала Мишку. То есть такое ощущение, что Мишка единственно выделяется. Он не вызывал у тебя никакого внимания. И это может что-то значить, да? Согласна, это может что-то значить. Я думаю, Мишка. Мишка твоя игрушка. И тебе подарили ее вчера на ВК-фесте. Когда ты говорила о нем, мне показалось, что ты очень мискренье говорила про подписчиков, подарили. И как будто нотки чуть-чуть в голосе меняются. Возможно. Я потом, если я сейчас угадаю, пойду в полицию работать. Я думаю, тебе надо экстрасенсово. Знаешь, почему? Почему? А ты угадала. А мне тебе экстрасенсово это? Да? Да. А ты угадала? Я вообще в шоке как. У тебя сэмбур голоса менялся. Я сразу так. Знаешь, я, короче, когда устраивалась один раз на работу, я пришла на собеседование, и мне вместо вопросов ваш диплом, где обучаюсь, мне спросили, что вы видели в коридоре. А у меня на интуитивном уровне есть внимательность какая-то внутренняя. И вот когда я тебе показывала свои предметы, я запомнила, что ты трогала эти две игрушки, но Мишку не трогала. То есть как будто психология, не трогай то, что твое, чтобы не подумали, что это твое, реальное. И я пришла на собеседование и сказала, там в коридоре стояли по частям компьютеры, монитор, клавиатура, процессор вот это. Вот я сказала, и меня приняли на работу. В этом раунде у нас 1-0. Опять в пользу тебя. Ты че? На самом деле я просто заплатила и попросила мне все ответы. Получается, в общем счете у нас 0-2. Третий финальный раунд – коробки. Каждому участнику по очереди выдается коробка с неизвестным предметом внутри. В коробке будет лежать предмет, либо карточка с описанием предмета. Задача рассказывающего – обмануть соперника, а задача второго участника – понять, правда ли говорит тот, кто описывает предмет в коробке или нет. Говори вот эту свою фигню. Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада и железная рука – су-е-па. Я первая. Смотрите, сейчас у нас счет 2-0. Но. Всегда есть это но. Но сейчас за каждый угаданный ответ будет прибавляться балл к общему счету. Ну вы, короче, все походу поймете, что вам тут буду объяснять. Поддерживаю. Хапана! И что там, и что там, и что там? Смотри, в общем, здесь знаешь, что находится? Литровая бутылка с водой, а в ней какие-то, ну, такие прилипашки, ну, что-то такие, ну, короче, какие-то предметы маленькие такие, кругленькие. Чего? Ну, как знаешь, в шоколадных яйцах есть такие липучки. Вот такие вот липучки тут лежат, в воде, в бутылке. Так, но ты на него не смотришь, когда отвечаешь. Поэтому тут два варианта. Либо это предмет, либо не смотришь. Да, либо ты специально не смотришь, либо там его нет. Как бы. Как бы смотреть. Я думаю, это бумажка. Почему тут так кажется? Мне почему так кажется, потому что когда ты смотрела на предмет, у тебя очень бегали как-то глазки, как будто бы то ли ты специально это делала, то ли там не лежит предмета. Бумажка, может ли быть она вот такая? Мне кажется нет. Ты реально посмотри на это. Капец. Получается сейчас 2-1, если я сейчас у тебя угадаю, то будет 2-2. Давай, открывай. Кидай туда. Мне никогда не было так сложно на программе, но ты приходишь там, что-то подзадит вопросики, что-то подсвечаешь, а тут в напряге всю программу. Я мечтаю, когда это закончится, закончится уже наконец. В общем, вещь, которую ты попробовал один раз и не сможешь больше остановиться. Чесалка для головы. А что там еще есть? Какого она цвета? Вещь, которую ты попробовал хоть раз и не сможешь остановиться. Это чесалка, клевая, классная, черная, пластика, металл, пластика. Только черный в нее цвет. И зеленый. Молодец. Ну все, мне кажется, эта бумажка, потому что она сказала первую фразу два раза подряд, вот точь-в-точь слова сказала. Это вещь, которую ты попробовала в первую очередь. А все, мне кажется, это бумажка. Я мастер-браньяк. Что это? Чесалка. Правильно понимаю? Барабанная дробь. Ой, сюда, в эту сторону. Кто, что, где, как? Что случилось? Это ты делала? Смотри, смотри, передо мной лежит, да, или бумажка, на которой написано «белая чашка только с кактусом внутри». Колючий. Колючий, колючий. Да, очень. Он такой зелененький, и еще у кактуса есть цветочек. Разный. Да. Ну, а на кружке, кружка какой цвет? Белая. Что ты белая? Что ты белая? Блин, мне запуталась. Я сейчас думаю... Добро пожаловать в мой мир! Я просто... Я вот непривычки вообще офигела. Я просто сейчас думаю, что, возможно, ты знаешь, как выглядит кактус очень хорошо, вот, и такая... Объясняешь так, как будто бы это предметно, у тебя бумажка, либо ты реально объясняешь это как предметно. Потому что это видишь. Третьего не дано как. Да. Ну, ладно, давай говоришь, что ты бумажка, Пальше говоришь. Давай. Марабанная дробь. Видела когда-нибудь, как выглядят кактусы? Видела? Да. Ну, значит, зачем тебе показывать? О-о-о-о! Красота! Я тебе сама подсказала, между прочим. Так, какое здесь счастье, значит, да? Угу. Здесь, значит, сейчас находится кружка такая... Белая, с кактусом. Нет. Кружка металлическая, серая, и с ручкой большой такой, прям большой, вот, длинной. Она, скорее всего, для какого-нибудь, не знаю, земли, прямого, длинного. Вот. И в ней лежит такая, я даже не знаю, как это назвать, ткань волосы. Ну, короче, знаешь, иголкой, короче, вот так вот вбивают такую специальную ткань и делают из этого игрушки. Ну, ее, короче, вот так вот при-при-при-при... А-а-а-а! Изнеись. Ух-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х! Ну, это волосы какие-то, ё-моё! Ну, я не знаю, как это объяснить. А в чем это лежит? А в стаканчике вот этом. Я бы сказала, что это предметы, если ты не говорила вначале, что-то ковшик с длинной ручкой. Не, ну, это маленький. Это не сильно ковшик, но это потому-что он не очень. Я все равно думаю, что это бумажка, ты думаешь, что это бумажка? Да, мне кажется, это ты просто уровень бог в этом самом, во вранье. Мне кажется, что это бумажка, и ты специально меня так пытаешься запутать, типа, так объяснить, как будто бы на бумажке бы никогда в жизни этого, ну, типа, это из разряда фантастики. Ну, скажи мне, это бумажка? Это... Это не бумажка! Вот как это объяснить? Вот что это? Это... Фух! Ну что, ребята, я наконец-то сравняла еще. У нас три. Пассейнеров. Давай еще три. Раз, два, три. Здесь сейчас находится футбольный мяч. Но только, ну, внутри футбольного мяча, вот половинка футбольного мяча, да? И вторую половину мы засунули внутрь, то есть получилась такая тарелочка небольшая. И в этой тарелочке находится макарон. Или ладно? Все легко, мне кажется. Это когда не закончится? Ну смотри... Подожди! Половинка футбольного мяча, в которой... другая половинка футбольного мяча и внутри макароны. Ну смотри, вот есть футбольный мяч, да? Вот так вот, если ты согнешь его вот в другую сторону, получается, сдуешь полностью и вот так вот согнешь, у тебя будет такая мини-тарелочка. А-а-а! Поняла, да? Тарелка из футбольного мяча. Да. Вот. И в ней находятся макароны. Очень много макаронов. А входит макарон. Розовые. Желтые. Еще розовые. Желтые, не жалтые. Я попутала окончательно. Вообще. Ну, у тебя было два предмета. Должна же быть бумажка, если просто какими-то такими методами действовать. Или это специально вся эта программа, это все специально. Они решили довести меня. Это все специально. Это все специально. Довести меня. И сдать стихушку. Так. Как бы просто, ладно, если бы это была бумажка, как бы было написано? Бумажки. Вогнутый мяч, внутри которого лежат макароны. А макарон много? Да, очень. Они вываливаются из мяча? Ну, они вываливаются. Ну, вот до краев. Я думаю, это предмет. Ты думаешь, это предмет? Ну, я не знаю. Мне кажется, если было два предмета, то сейчас должна быть бумажка. Ну, типа, просто должна же быть бумажка. Не знаю. Вряд ли. Ну, может быть, просто мне три предмета. Кто знает. Ну, Машка. Ты уверен? Да. Ну, хорошо. Я даже вот не знаю, как ты вообще делаешь так, что ты вообще не угадываешь. Я просто хочу, чтобы ты выиграла. Офигеть, как много макаронов. Покушаем. Давай. Так. Поехали. Передо мной тут лежит скакалка, но не обычная скакалка. Необычная? Как вся эта программа? На этой скакалке много ниток. Вот такая вот скакалка с большим количеством ниток вместо резинки. На катушке. То есть скакалка. А ручка какого цвета у скакалки? Ручки красные. Очень много ниток, да? Да. Катушки вот типа скакалка. Так. И катушки такие ниток. Так. Ручки у нее розовые, да? Да. А ты только сказала красные. Красные. Красно-розовые. На самом деле такой цвет, знаешь, он красно-розовый. Малиновый такой, да? Ну да. Да, да, да. Малиновый. Прям угадала. Это бумажка. Ну что тут гадать уже? Ну либо я просто очень глупая. Мне кажется, все так хорошо. Ну все-таки что? Мне все-таки кажется, что это бумажка. Блин, мне кажется, что это бумажка. Я тебя уже два раза привела. Да? Так, твой ответ — это предмет, да? Бумажка, да. Примет? Нет, бумажка, бумажка. Бумажка. Та-дам! Они реально просто розово-малиново-красные. Я правду говорила! Ну какой это цвет? Вот вы мне скажите. Тружба и мак7арошки победили у нас на самом деле у нас ничья 4-4. Офигеть, э! Это потом глупо! Это мне кажется очень хорошо. Давай! Ура! Ура!!! Господи Так как у нас еще 4-4.... У нас уже такое, кстати, было, но было не 4-4, но... Но у нас ничья, в этом и суть, поэтому мы разыграем Двое! Подусики счастливы, два подарка, да, не один, классно? Я буду, ребята, разыгрывать цепочку. Смотрите, объясняю, как получить. Если вы хотите подушечку тикток от Yolaine, пишите «Я хочу подушечку тикток», а если вы хотите цепочку, то пишите «Я хочу с почками». Вот так вот, все очень легко и просто. Кто больше напишет в комментариях, тому и мы подарим цепочку. Что ты сейчас сидишь? Пиши-ка, скорее, комментарии. Сидят, смотрят, думают, сейчас еще что-то подарят. Нет, все, ребята, поэтому идите, пишите комментарии, ну, если вы вдруг хотите. Ну да. Что хочу сказать? Спасибо, что ты пришла ко мне. Спасибо тебе, спасибо за настроение. Пришла, поврала и ушла. Спасибо тебе за классную компанию. Все, ребята, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Если сможешь, обмани меня. Лайки в трендах собираю я. Как же круто обо всем наврать. Просто правду взять и не сказать. Пока-пока.